В праздник Рождества Пресвятой Богородицы святейший патриарх московский в Сеярусе Кирилл совершил чин великого освящения и божественную литургию в храме святого великомученика Георгия Победоносца в Сургуте. Сургут встретил патриарха Кирилла еще накануне вечером. Сразу по прилету в город предстоятель совершил всеночные бдения в Кафедральном соборе «Преображение Господня». Тысячи сургутян смогли помолиться вместе с долгожданным гостем. А в день освящения главного собора православных людей только увеличилось. У храма его святейшество встречало порядка двух тысяч горожан и паломников из ближайших населенных пунктов Югры и Тюменской области. Главный престол храма патриарх Кирилл осветил в честь святого великомученика Георгия Победоносца. По окончании богослужения от лица Клира и паства святейшую владыку приветствовал епископ Хантамансийский и сургутский Павел, который преподнес предстоятелю икону святого великомученика Георгия Победоносца. Нести свой первосвятительский труд нашего предстоятеля церкви. Многое благое лето и свалатки деспота вашего святейшества. В свою очередь в дар новоосвященному храму патриарх Кирилл передал икону преподобного Серафима Саровского и обратился к пастве со словами проповеди. Я всех вас сердечно поздравляю с большим праздником, с освящением этого замечательного храма в городе Сургутск. Когда мы освящаем храм Божий, то это не только праздник для прихода и даже не только праздник для города, это праздник для всей церкви, для всей страны. Потому что каждый новый храм – это маленькая победа. И не только победа над жизненными обстоятельствами, не только победа над трудностями, с которыми люди сталкиваются, когда они строят храм, это победа над самими собой. Предстоятель также наградил высокими церковными наградами югорчан, активно принимавших участие в строительстве храма. Всем же верующим были розданы иконки с патриаршем благословением. Затем патриарх Кирилл посетил социальный центр «Приют для мамы». Это дом, в котором будут проживать женщины, попавшие в трудную жизненную ситуацию, но не отказавшиеся при этом от рождения ребенка, а также многодетные семьи, не имеющие на данный момент жилья.